Все в театр! 29 октября в Доме культуры и досуга юность Новомихайловского городского поселения прошла премьера спектакля Чиполлино по мотивам всем известной сказочной повести итальянского писателя Джанни Радари. На сцену вышли маленькие артисты детской театральной студии «Богема». Анастасия Быч расскажет подробнее о премьере. Считанные минуты до премьеры. Зрители уже на подходе. Тем временем за кулисами юные актеры активно готовятся к выходу на сцену. Так в детском спектакле Чиполлино Кира Наливкина играет маму Луковку. На ней не только соответствующий костюм, но и грим. Раньше руководитель театральной студии приходила на помощь. Сейчас же девочка делает все сама. Светлана Михайловна говорит, что мы должны делать. И мы сами становимся к зеркалу и красимся так, как нам подходит и как нам нравится. А то нам, когда раньше сама Антамара Михайловна красила, она нам делала прям брови там. А потом это не смывалось, и мы решили, что сами будем все делать. Образы готовы, пора всем по местам. Перед выходом трупа соблюдает и главный ритуал. Мы театралы, мы шли в лад, по словам, это это нас! Желающих посмотреть, как знаменитая Луковка Чиполлино спасает свою маму и друзей из плена, оказалось немало. На премьере ученики младших классов школного Михайловского, а также учителя и родители юных актеров. Не остался в стороне и заместитель главы поселения Лев Калустов. Так, местная администрация постоянно поддерживает детскую театральную студию. Организовать мероприятие на самом деле непросто, и специалисты, которые сработают, они получают заработную плату и не выкладываются на полную. То есть мы и бюджет финансируют это мероприятие, в том числе и наши жители часто получают хорошее мероприятие, доступное для посещения в хорошем, светлый сегодняшний день. На сцене новая интерпретация сказки. Вместо кавалера Помидора – синьорита Помидор, а граф Мишни сегодня графини. И это не случайно. В детской театральной студии 30 человек, подавляющее большинство – девочки. Я веселая Чиполлина, молодой, зелёблюсь, пением врагам, язык мой длин, доставляясь многому. А вот главный герой Луковка Чиполлина совсем не изменился, ведь Анелли Костыревой под силу сыграть даже мужскую роль. За шесть лет выступления на сцене Нелли кем только не была. Предпочтение же отдает положительным персонажам. Добрый герой достался ей и в этом спектакле. Осталось дело за малым – донести смысл постановки до юного зрителя. Это неважно, из бедной ты земли или из богатой. Всё равно добро должно победить. В финале сказки добро побеждает зло. Чиполлина освобождает своих друзей и маму. Впереди у детской театральной студии подготовка к следующим спектаклям, один из которых местные жители увидят в преддверии новогодних праздников. Сейчас мы уже работаем над этим. Мы закупаем костюмы, мы уже делаем расстановочку, то есть начинаем уже работать со сценами, с реквизитами. В общем, на Новый год мы хотим вас порадовать новым спектаклем, который называется «Страна Леприкония». Анастасия Быч, Алексей Исаев, Алексей Кузьмин. Телеканал «Ардонок ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова